МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Несколько часов назад закончилось первое заседание по резонансному делу об автомобильной аварии со смертельным исходом. В октябре прошлого года Александр Руденко на БМВ протаранил легковой автомобиль, в котором находились 5 человек. Трое из них погибли. В зале суда был и наш корреспондент Андрей Дреер. Спустя полгода в СИЗО, похудевший вдвое, Александр Руденко предстал перед судом и родственниками погибших. Он не только неуверенно выглядел, но и отвечал на вопросы судьи. Война обязана? Не знаю. Что значит признать? Не знаю. Как вы его делаете? Первое заседание получилось эмоциональным. Родственники достаточно негативно отреагировали на то, что Руденко в итоге своей вины не признал. И вообще подсудимый вел себя очень странно. На все вопросы судьи отвечал очень долго и путанно. И в итоге все ответы свелись к тому, что Руденко либо чего-то не помнит, либо ничего не знает. Контакт с Руденко судье приходилось налаживать через адвоката. Последний, кстати, в интервью нашей съемочной группе отказал. По той же причине, которую назвал в суде. Своего подзащитного он сам не понимает. Когда заседание закончилось, нам удалось поговорить с представителями пострадавших. Например, мы узнали, что состояние Сергея Фичко, водителя автомобиля, в который вырезался Руденко, сейчас тяжелое. И ему требуются дорогостоящие операции и реабилитация. Сережа на данный момент из здорового мужчины, который 10 лет прозанимался спортом, сейчас, честно сказать, очень тяжело на все это смотреть. Сейчас надо на одну реабилитацию в районе 1 миллиона рублей. Сейчас Александр Руденко обвиняется по статье 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения, состояние опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Кроме того, уже сейчас от пострадавших ему предъявлено 4 гражданских иска на общую сумму 43 миллиона рублей. Следующее заседание состоится уже 27 марта. Андрей Дрир, Андрей Печоркин. Наши новости. А вот родители мальчика, которого на днях покусал доберман, намерены добиться от хозяйки собаки компенсации за моральный ущерб. Сейчас ребенок находится в хирургическом отделении детской клинической больницы номер 7. Мама пострадавшего мальчика попросила не показывать ее лица. Юлия сейчас на последних месяцах беременности и очень переживает. В субботу, когда ее сын шел в школу, на него накинулся доберман. Пес гулял с хозяйкой, был на поводке, но без намордника. Укус пришелся ниже пояса. Врачи обработали рану, ребенка оставили в больнице до начала следующей недели. Ребенок очень психологически, психически, конечно, страдал. В шоке находился. Сейчас хоть он говорит, что все нормально, но первый день я просто его не узнавала. Он был в таком шоке, он не мог говорить. Мальчик сейчас чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. К сожалению, побеседовать с ребенком не получилось. Но, по рассказам мамы, хозяйка добермана и не пыталась помочь ребенку. Неохотно владельца собаки разговаривала и с нами. Только по телефону. Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. По словам 28-летней хозяйки агрессивной собаки, она тоже дала свое объяснение правоохранителям. По закону о защите и содержании домашних питомцев, собаки в общественных местах должны быть в намордниках и на поводках. Сейчас законотворцы составляют список потенциально опасных пород. Всего в нем около 70 пунктов. И питбуль с доберманом в этот список тоже входит. Существует несколько видов намордников. Все они не позволяют собаке широко открывать пасть. Что касается поводка, он должен быть коротким. В Барнауле, по заверению кинологов, закон о содержании соблюдает только половина собачников. Как правило, это хозяева воспитанных социализированных животных, которые и без всей амуниции не принесут вреда прохожим. Если человек заводит себе какую-то, ну вот это словосочетание, серьезную собаку, да, то есть собаку служебной породы, да, которая может быть к человеку агрессивной, то я считаю, что стоит обратиться к специалисту, может быть, если он не хочет проходить курс дрессировки, чтобы хотя бы ему объяснили какие-то базовые вещи. Потому что, ну, без этого, естественно, винить собаку потом бессмысленно, потому что это животное, и только мы можем ему объяснить правила. Теперь хозяйку Добермана ждет судебное разбирательство. Она заплатит штраф. Родители пострадавшего мальчика намерены получить компенсацию за моральный ущерб. По их словам, от владелица собаки они не услышали даже извинений. Дарья Демилер, Николай Шилко, Наши новости. А далее мы расскажем об одной сборноульской семье, которая почти неделю не живет в своей квартире. Из-за вони. Она доносится из подвала. Хозяйка квартиры уверена, что отвратительный запах исходит от кошек. Не живых, а мертвых. И пока управляющая компания бездействует, задыхается весь подъезд. Рассказывает Анастасия Дорога. Будешь кушать? Не хочет даже кушать. Потому что, я не знаю, может быть, даже и коту здесь очень тяжело находиться. Уже четыре дня в этой квартире кот за главного. Марина с мужем и маленькой дочкой переехали к родителям, когда вони с подвала, по ощущениям девушки, впиталась в одежду и мебель. Запах, от которого болит голова, от которого тошнит. Здесь жить, в принципе, стало невозможно. Мы вчера пробовали здесь переночевать с ребенком. После садика я ее забрала. Она сказала, что мама меня тошнит. Выражение есть такое плохое, вот как кошка сдохла, говорят. Запах разлагающихся, неживых животных, трупный. Животные в подвале действительно были. Не дождавшись реакции коммунальщика, в подвал спустился муж Марины и вынес шесть кошачьих тел, по всей видимости, отравленных едой. Это окно. Главный пункт приема пищи. Под ним упаковки куфира, целлофан от еды. А вот следующая комната, так скажем, более домашняя. Здесь чашки под воду, сухой корм, бузерброд. В общем, созданы все условия для того, чтобы появлялись новые поколения. Молышам пару недель, их мама и, возможно, папа рядом. Но желающие их отравить могут вернуться, когда увидят новую партию подросших кошек. Управляющие компании нам пояснили, что такого в доме раньше не было. И подобные вопросы решали мирно. Это человеческий фактор. Человеческий. Да. И, ну, вот как можно бабушкам, дедушкам там или женщинам, которые любят животных, ну, кормят они, они ухаживают, убирают. Когда не получается, есть обращение, мы чистим подвалы. Вот. Ну, поэтому здесь перегибать палку никак нельзя. По словам директора, меры для устранения трупной вони приняли сразу после обращения. Сегодня специалист должен был обработать подвал. Правда, теперь Марина переживает не только о том, когда ее семья вернется домой, но и о будущем новорожденных котят. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Буквально сейчас поступила информация, что всех котят пристроили. Они теперь не бездомные, а домашние. Мы продолжим. К сожалению, некоторые люди вынуждены жить в подобных неблагоприятных условиях, как герои предыдущего сюжета. В целом же горожане считают наш город комфортным. Недовольны лишь состоянием дорожной сети и парков. Такие выводы сделали исследователи из Центра прикладной урбанистики, которые несколько месяцев проводили опрос горожан. А накануне в законодательном собрании края прошел круглый стол. Зеленый каркас Барнаула. Подробнее Илья Кочетков. Позиция администрации Барнаула проста. Уж с чем, а с озеленением в городе полный порядок. Чиновники рапортуют о тысячах гектаров зеленых площадей. И с каждым годом, уверяют они, город становится все зеленее и зеленее. В 2017 году было построено 15 зеленых уголков. В 2018 году 21 зеленый уголок. В текущем году планируется 13 создать. За истекший год было высажено более 5700 деревьев разных пород. Но у общественников другая позиция. Дело не в гектарах и не в количестве высаженных деревьев, а в системном подходе, говорят они. Их поддерживают профессионалы. Станислав Зинков, почетный архитектор России, наглядно с помощью аэроснимков пояснил, за последние годы площадь городских парков сильно сократилась под натиском жилой застройки. И компенсировать утраты, по его мнению, никто не собирается. Анализ нового генерального плана, замечание одно. Раздела озеленения города Барнаула как такого в генеральном плане нет. Зинкова поддержали экологи. По мнению Алексея Грибкова, парки и городские леса настолько важны для Барнаула, что пора создать отдельную структуру для управления ими. И опробовать ее можно на парке Изумрудном. Представитель городской администрации, кстати, заверил, что это место отдыха взяли под свой контроль городские власти. Не должно быть там каких-то серьезных развлекательных мероприятий, то есть увеселительных. Это все-таки в основном территория кладбища. Не должно быть ни в коем случае там никаких, значит, стройки. Скорее всего, будет создана структура городская. Это наподобие как парк центральный, который будет ухаживать за парком, следить за его территорией, убирать и так далее. Но когда это произойдет, пока непонятно. Известно, что сейчас ведется разработка новой планировки территории. А неравнодушные жители уже могут поучаствовать в судьбе Изумрудного. 20 апреля в парке пройдет массовый субботник по очистке территории. Илья Коченков, Николай Шелко, Александр Андропов. Наши новости. А вот смогут ли неравнодушные жители повлиять на стрелки часов? Возможно, в Госдуме мнение о большинстве учтут при рассмотрении закона проекта о возвращении летнего и зимнего времени. Если его одобрят, то световой день станет дольше, а качество жизни, по мнению депутатов, выше. Напомним, часовой маятник для россиян начался еще в 2011 году. Тогда отменили зимнее время, но потом, после общественного резонанса, вернули и оставили на постоянной основе. Люди привыкли, а депутаты вновь заговорили о переводе стрелок. Мы решили спросить, что по этому поводу думают бурнаульцы. Как вы относитесь к сезонному переводу часов, если такое будет? Плохо. Почему? Заколебало это все, переходить туда-сюда, туда-сюда. Световой день-то будет дольше. Ну, это иллюзия, что он будет больше. Не будет он. Какой был, такой и будет. Я за перевод часов. А почему? Нравится мне. Позже темнеет из-за этого. Я всегда был за. А на здоровье это никак не отражается? На моем нет. И на моих родственниках тоже нет. Я за стабильность. Или так, или так. Но больше, чтобы нас не двигали людей ни туда, ни сюда. Любые вмешательства ритма природы мне не нравятся. Надо часы перевести вперед, чтобы раньше вернуться домой. Как раз у меня световой день продлится. Отрицательно. А световой день будет дольше. Ну и ладно. А внутренние часы работают по-своему. Целесообразно ли переводить стрелки с научной точки зрения и отражается ли это на здоровье, расскажем в ближайшем выпуске новостей. А вот стоит ли отказываться от мяса, каждый решает сам. Сегодня во всем мире отмечают день без мяса. Наши корреспонденты познакомились с теми, кто уже давно исключил этот продукт из рациона, а также узнали, полезна или вредна такая диета. Запеченная свинина с картофелем, сочный жареный минтай. Эти слова у многих мгновенно пробуждают аппетит, но только не у Александры. Уже 8 лет она вегетарианец. В один момент девушка поняла, что блюдо на тарелке еще недавно было живым существом и наотрез отказалась от мяса. Кроме того, новая привычка заставила пересмотреть и образ жизни. Когда я отказалась только от мяса, наел, допустим, молочные продукты, яйца, рыбу. Здесь, по большей части, никаких изменений в здоровье это не принесло. Но когда ты полностью переходишь на полноценное растительное питание и начинаешь больше заниматься спортом, следить за своим питанием пристальней, то это, конечно, хорошо влияет на здоровье. Не видит вреда в такой диете и Елизавета. Для нее отказ от мяса не только порыв гуманности, но и возможное решение экологических проблем. Животноводство – это один из основных ударов по нашей экологии, потому что врубаются леса, создаются пастбище на их местах, выделяется много углекислого газа и метана, которые нагревают нашу планету. Без мяса Елизавета уже 6 лет. Она, как и Александра, подмечает лишь пользу. Кстати, многие врачи-диетологи ничего против такого питания тоже не имеют. Надо, конечно, думать о том, чтобы рацион был максимально сбалансирован, то есть составлена своя пирамида питания. Можно питаться и с животной пищей несбалансированной, иметь кучу болезней. Можно и вегетарианцем быть тоже несбалансированно питаться. То есть здесь уже зависит все от того, насколько человек заинтересован в том, чтобы сохранить свое здоровье. Вот только стандартная продуктовая корзина вегетарианцев заметно дороже обычной. И полезны ли импортные овощи и фрукты – тоже вопрос. Так или иначе, сегодня всемирный день без мяса. Отмечать его или нет – решать только вам. Анастасия Бертенева, Ирина Харитон, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости. Сейчас немного полезной информации. Если верить статистике, популярность кредитных карт в России за прошлый год выросла на 60%. Прогнозы экспертов на ближайшее время еще более оптимистичны. Почему люди переходят на пластик, узнаете в следующем сюжете. С последним трудно поспорить. Сегодня кредитные карты позволяют не только хранить деньги, но и предоставляют владельцам массу дополнительных возможностей. Например, рассрочку на любые покупки. Карта «Рассрочка на все» Банка Восточной работает следующим. Вы расплачиваетесь ею за товар, и следующие три месяца по ней не начисляются проценты. Если вы за этот срок возвращаете деньги на карту, то вы ничего не переплачиваете. Одной картой можно решить сразу несколько вопросов. Приобрести нужные товары, получить наличные в любой момент и при этом не переплачивать. Все эти условия хорошо знают владельцы карты «Рассрочка на все» от Банка Восточной. Далее о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. Весна все активнее вступает в свои права почти на всей территории края. Плюсовые температуры в Бийске, Заринске и Славгороде плюс 2. На градус теплее в Белокурихе, в Барнауле ночью минус 8, днем плюс 1. На сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по номеру редакции в Барнауле 722 440. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»